Всем привет, это RunView, меня зовут Серега, добро пожаловать на канал о путешествиях иностранных языках. На эти рождественские каникулы нам посчастливилось побывать в Будапеште, в Венгрии. И сегодня об этом будет небольшой выпуск, а именно о рождественских ярмарках. Но сначала мы начнем с одной, что находится в Москве. Если вы еще не бывали в Москве на Красной площади на рождественской ярмарке, то я вам настоятельно рекомендую это сделать, получите море незабываемых эмоций. В этом году Москва порадовала ярмарками на ВДНХ и на Красной площади, где мы сейчас и находимся. Какая красота вокруг! Сама ярмарка это дань истории русским торговым традициям, ведь в центре столицы торговали с 18 века. Жареные каштаны, карусели, имбирные пряники, сосиски, горячий шоколад и глинтвейн. Не обошлось торжество и без русского самовара. Здесь же можно купить различные поделки местных мастеров, а также поучаствовать в одном из мастер-классов. По ярмарке с нуюты выступают артисты и блогеры. Тут реально весело. Осталось только приобрести национальный сувенирчик, сделать фото с Дедом Морозом и покататься на коньках легендарного гума. И все это великолепие с видом на Кремль. Субтитры создавал DimaTorzok До конца на самом деле было непонятно, попаду или нет я в Венгрию. У меня еще паспорт не был готов, заграничный с визой там были какие-то заморочки. В итоге пришлось получать не венгерскую, а греческую, с которой меня спокойно пропустили консулы уже в самой стране пребывания. Всегда недооценивал такие страны, как Чехия, Польша. Даже туда немножечко затесалась Венгрия. Я всегда думал, что туда получить визы проще, что туда поехать проще. А пока нужно посмотреть Францию, Испанию, Италию. Какие-то вот такие страны более помпезные. Ведь говорят, можно увидеть Париж и умереть. И моя первая заграничная поиска как раз оказалась в Париж. И там мне тоже человек сказал, ну все, ты увидел Париж и больше тебе не будет интересна Европа. И прошло уже достаточно много лет. И я приехал в Будапешт. И что вы думаете? Я открыл глаза, поднял голову. Повсюду красота. Какие-то базилики. Какие-то мосты удивительные. И холмистая местность. Местами ты идешь, и это тебе напоминает любимый Сан-Франциско. Это удивительно. И несмотря на то, что город в военное время практически полностью был уничтожен, здания многие восстановлены. И все находится в таком виде. И я бы никогда не сказал, что тут какое-то эхо войны, какие-то отголоски. И только на главной площади за парламентом находятся некие плиты, где видны следы от пуль. Представляете, Европа, католическое Рождество. Вот все, что мы видели когда-либо в фильмах. Вот эти рождественские ярмарки. Глинтвейн, горячий шоколад, имбирное печенье. Вот эта вся магия вкуса. Все это вы найдете в Будапеште. И не только. И таких ярмарок достаточно много. И у каждой ярмарки там какая-то своя проекция на здании. Допустим, на базилику выводилась одна проекция. На какое-то красивое историческое здание. На другой ярмарке совсем другая. Интересно поэтому посещать эти места и еще любоваться этим шоу, которое происходит каждый час, если я не ошибаюсь. Довольно-таки интересное зрелище. Как раз этих двух ярмарок в этом видео вы сможете найти отрезки этого цветового шоу. Субтитры создавал DimaTorzok За окном не видно снега. А это значит, мы с нашим добрым и душевным блогом Around View приехали в Венгрию, в Будапешт. Собственно, мы сейчас находимся на ярмарке, на рождественской ярмарке. Я первый раз на такой подобной ярмарке что-то кушаю. Я уже до этого был в Англии. Ссылочка будет тут, если вам интересно посмотреть на новогодний именно Лондон или какие-то другие города в Великобритании. А сейчас же мы взяли пару сосисок, здоровый драник и кусочек хлеба, потому что это все очень жирно. Давайте же попробуем. Знаете, весьма пикантная сосиска, не очень острая, но жирная перед подачей. Вам ее прям в жиру дополнительно обваливают. Я не знаю, для чего они это делают. Возможно, венгры прям любят такую кухню. У меня подруга, она тоже из Венгрии, и она говорит, Сергей, будь осторожен. Для ваших русских желудков это может быть непривычно. Возможно. Проверим через пару часов. Нападаем на драник, об который я уже сломал нож пластиковый. Пытаюсь его разрезать. В целом напоминаю те драники, которые готовит мама. Мам, привет. Которые плохо готовит мама. Вполне возможно, что по рождественской ярмарке так не скажешь, но венгерская кухня в основном состоит из мяса и овощей. Местные рассуждают так. Если у вас есть простой рецепт и мало ингредиентов, просто добавьте немного паприки, и получится замечательное блюдо. Без паприки тут не обходится ни одна трапеза. Если я правильно помню, мне сказали местные, что паприку завезли еще турки в 16 веке. Представляете, как давно? И с тех пор она стала званым гостем на любой трапезе. Также венгры любят гусиную печь. Не знаете, фуа-гра. Я привез ее домой, мы все попробовали. Такая нежная, прекрасная. В 16, 17, 18 века то в деревнях ели суп и жаркое из гусей. И приправляли все хорошенько также этой замечательной паприкой. То есть вы видите, как это все у них переплетается. Можно даже сказать, что паприка и гуси на печень формируют в некоем роде венгерскую кухню. Так же, как мясо и овощи. Также венгры обожают супы. Если вы не любите супы, то вам, возможно, будет немножечко сложно. Ведь даже гуляш, наш с вами любимый, который мы готовим многие как бифстроганов, это суп. Это как наша, знаете, жидкая картошка с мясом, только добавлена паприка, клетки и какие-то еще вещи, чтобы сделать ее понасыщеннее. Сами венгры говорят, чтобы приготовить суп, не нужно сильно тратиться. То есть это недорого и сытно. Так у них повелось с древности. Ведь страна была небогата. Рыбный суп из карпа. Там макароны будут, карп, лук и, конечно же, паприка. И все вот это многообразие вкусовых оттенков. Очень интересно. Суп из речных раков, пожалуйста. Крем-суп из тыквы. Что еще? Гуляш, конечно же, замечательный. Про гуляш мы поговорим отдельно. И я думаю, что мы с вами даже сможем его вместе приготовить. У меня есть венгерский рецептик. Если вам интересно, ставьте лайк или пишите комментарии. Мы с вами обязательно приготовим гуляш с паприкой из Венгрии. Посмотрим, что у нас получится. Так, по-настоящему приготовим. Но, может быть, не по-настоящему. Ведь гуляш, это в переводе означает пастух. То есть гуляши, пастухи присматривали за особым стадом серых коров в Венгрии. И вот есть такое поверье, что именно от серой коровы, вот эта говядина, в гуляше получается самая такая. Это, знаете, я занимаюсь китайским чаем, тоже пью его, изучаю. И говорят, что вот именно источником, который питает эти самые чайные деревья, лучше заваливать чай. Вот тут примерно та же самая система с коровой. То есть такую параллель можно провести. Интересно. То есть там идеально подходит мясо, тут идеально подходит вода. Ну а что делать, если ты живешь где-то посередине между Китаем и Европой? Поэтому гуляш готовят практически везде неправильно. Но мы с вами постараемся сделать его вкусным. Благодаря рецептам древних кочевников. Но об этом уже в следующих видео. Давайте наслаждаться ярмаркой. Продолжаем посещать удивительные рождественные ярмарки славного города Будапешт, страна Венгрия. И, как вы знаете, на ярмарках обычно пьют какой-то глинтвей, чаи с корицей и так далее. Но в Венгрии есть кое-что необыкновенное. Это их ликер собственного происхождения. Как мне сказал бармен, он похож на бехеровку в Чехии, что-то на травах, либо на идлермастер. Только немножечко погольче. И что вы думаете? Я уже выпил один шот вне камеры, мне стало плохо. Это ужасно. Кола не спасает ни разу. Вот эти, какая красота тут у нас на ярмарке. Что-то красивое продается с песочком, с какими-то гранулами, какая-то вода. Надежда тоже в замешательстве, что это за вода, спрашивает она. Я тоже не знаю. Я знаю только, что последний шот вот этого вот прекрасного напитка был лишним. У нас всякие свечки продают. Но все, в общем, как и на всех замечательных рынках. Сладости разные, восточные какие-то сладости. Местные сладости. Могут и готовить особенную венгерскую сладость. Вот так ее потом раскручивают. Жаровня, жар идет. При температуре в 0 градусов это особенно чувствуется. И, пожалуйста, вот они сладенькие. С сахаром готовы. Можно еще такой, конечно, нарезочка маленькая. Вот такие поудобнее будет кушать. С соусом, типа сгущенки и наслаждаться. Мы сейчас, наверное, возьмем такую большую и попробуем. Там еще внутри может быть шоколадка. Глядя на этой площади, у этой базилики, они самые вкусные. Множество различных колбас, сосисок, драников. Такая очень жирная кухня, в чем мы с вами уже смогли убедиться ранее. Кош-галантелея, пожалуйста. Почему бы не купить кошелечек на Рождественской ярмарке? Нет, нет. Коста, кофе. Как они пробрались сюда? Опять сладости, кружки. Вот это очень популярное тоже. Да, керамические цветочки, пожалуйста. Очень популярная вещь в Будапеште. Да и за его пределами, раз моя девушка тоже заинтересовалась. Осталось только выбрать, какой цветочек нам приобрести. Даже ежик есть. Проходим бары. Едальни какие-то. Тут кто-то игрушки делает, собственно, ручно. Посмотрите, красота. Вот такой вот собор красивый, строительный. А вот эти вот вещи тоже традиционные в Венгрии. А, пахнут просто, друзья, непередаваемо. Глинтвейном. Хотите глинтвейном, чтобы дома у вас пахло? Пожалуйста, берете замечательные подвесочки и наслаждаетесь. Колечки, бижутерия, снеговички, пожалуйста. Проходим дальше. Пряники, конечно же. Пряники. Пряники, имбирные пряники. Винишечка, колбасы разные. Даже мини-каток свой есть. Вот она, Европа, друзья, загнивающая. Так, проходим, проходим по-быстренькому. Пивасик. Что-то у нас литерчик. Сумочки. Кто-то на второй этаж как-то пробрался. Рандеву на втором этаже. Что это такое у нас? Всякие люкзачки маленькие. Ну, я не знаю, друзья. Опять керамические цветы, пожалуйста. В этом весь Будапешт. Если вы именно тот человек, который на Рождество покупает керамические цветочки, пожалуйста, напишите в комментариях, почему вы это делаете.